Полуостров останется без света как минимум до Нового года, заявил в интервью российским СМИ самопровозглашённый глава Крыма Сергей Аксёнов. То есть, пока не начнёт работу Керченский энергомост. По его прогнозам, после введения первой линии энергомоста, потребности энергосистемы полуострова будут закрыты примерно наполовину. Напомним, максимальное потребление в Крыму – 1200 мегаватт в сутки. Я думаю, режим чрезвычайной ситуации будет действовать как минимум до Нового года, до тех пор, пока всё не войдёт в обычное русло, заявил Аксёнов. Кроме того, что мы решим вопросы отопления, подачи света в жилые дома, нужно будет как-то запускать промышленные предприятия, сказал Аксёнов. Напомним, украинские эксперты давно отмечают, чтобы обеспечить Крым электроэнергией, России нужно проложить как минимум пять высоковольтных кабелей через Керченский пролив и перестроить энергосистему Крыма. На это уйдёт по меньшей мере три года. Таков прогноз главы Укрэнерго Владислава Ковальчука, опубликованный Центром журналистских расследований. Он уверен, что пока в Крыму не усилят связи между Керчью и Феодосией, Феодосией и Севастополем, от Керченского энергомоста нельзя будет передавать электрическую энергию. Это всё равно, что подавать кровь в человеческий организм через вену на ноге. Её толщины не хватит передать кровь до мозга, отмечал ранее Ковальчук. Он уверен, что ни сети Ростовской области, ни сети Восточного Крыма не способны принять такую мощность. Поэтому потребуется масштабная реконструкция и строительство новой энергоинфраструктуры.